Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании. С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Алексей Беловол, политический обозреватель. Здравствуйте. Добрый. Вот если сейчас нам режиссеры покажут фотографию, Рада называется, вот просто пока, и скорее всего так и будет, нам не показывают видео со скандального заседания Национального совета реформ. Господин Шимкев уже сегодня сказал, что не будут они показывать, потому что это опозорит страну. Ну, поэтому мы, зато у нас есть вот эта фотография, которая вчера вечером распространила администрация президента, это как раз фотография была сделана. Вчера это вот совет реформ, вот мы видим президента Порошенко, да, Арсений Яценюк, потом пошли министры, вот господин Аваков, и далеко, достаточно далеко от него, где-то через шесть человек, вот в крайнем углу, вон там вот, господин Саакашвили. Поэтому для того, чтобы облить его, приснуть воду в него, или Саакашвили пошел к господину Авакову, или Аваков пошел к господину Саакашвили. Или Аваков умеет метать воду так далеко, на такое расстояние. Это вот, конечно, вот интересно. Ну, это так, ради затравки. Вот, на самом деле, самая большая дилемма после того, что произошло вчера, это что делать Порошенко. Я хочу напомнить, что господин Саакашвили, он государственный чиновник, да, которого могут уволить в любой момент. Мы же в эфире, нет? Да. Которого могут уволить в любой момент. И что делать Порошенко? Увольнять Саакашвили, у которого большая поддержка, по крайней мере, в Одесской области и в обществе. Или не ссориться с товарищами по коалиции, потому что надо принять бюджет, надо принять налоговый кодекс. Ну, и вообще, как бы, российская агрессия никуда не ушла. И вот приезжал Бадин, и то, что говорил, что вот, как бы, ну, у вас такая задача перед вами стоит, вам надо дружить. А тут такое вчера произошло, там, уезжая из моей страны, там, ну, судя по тому, что нам рассказывают, там, вода в лицо. Вот что делать Порошенко? Ну, что делать? Ну, в принципе, знаете, если научиться читать между строк и допустить, допустить, что мы им делаем со здравомыслящими людьми, а это, безусловно, так, потому что и, ну, как бы, и лично, зная Авакова, и общаясь с ним, в том числе во время, когда он в Раде был, и, наблюдая, так сказать, за карьерой Саакашвили, конечно, можно допускать, что могут быть какие-то инциденты. Но дело в том, что цепь событий, которая происходит, она, мягко говоря, наталкивает на противоположную мысль, которая заключается в том, что каждый раз, когда мы видим вот такие вот некие конфликты, явные, мы потом получаем некие неявные последствия. И это начиналось еще с Януковича, когда, кстати, вот интересно, что на российском ТВ, то есть РИА Новости, он был подписан как бывший президент, причем президент с маленькой буквы. То есть, как мы знаем, у нас президенты бывшими не бывают. И это тоже факт того, что даже Россия уже перестала делать на него ставку. И вопрос в том, что мы не раз проходили ту ситуацию, когда мы очень долго смеялись над Януковичем, когда там у нас были, раздеваются жинки, елка, потом там перепутали флаг страны. Welcome to Ukraine, in Ukraine даже. Да, Ukraine. Потом эти деревья, которые падали. А в это время принимались законопроекты, которые потом Украина очень долго расхлебывала. В том числе и вот те самые облгазы, которые только сейчас отменили ту норму, по которым распределительные сети к облгазам просто добавлялись. И они за это ничего не платили. Хотя это собственность государства. Облгаз можно купить, а газораспределительные сети – это все-таки собственность государства, и это имущество государства. И есть два варианта. Либо это происходит, потому что хотят, договорившись, принять очередной или там протащить какой-нибудь налоговый кодекс, опять же, пока все общество обсуждает вот этот конфликт, то, что с Яценюком было. И потом ему раз, и налоговый кодекс уже принят. И спасайся кто может. Либо это ситуация, когда мы максимально идем и готовимся к тому, чтобы выйти на ассоциацию с Евросоюзом, принимаем законы. Но мы не афишируем, что у нас происходят какие-то события, а мы как бы занимаемся, условно говоря, в шахматах. То есть мы играем позицию для того, чтобы наш оппонент думал, что мы завтра сегодня рухнем и распадемся. Но в тот момент, когда он начнет свою атаку, мы его встретим во всеоружии. Но это очень тонкая игра. Я не уверен, что наши политики на такое способны. Наши? Ну, кто у нас был в гостях? Скажем честно, наши политики все за 25 лет продемонстрировали свою несостоятельность. То есть у нас государственные деятели показали, что они несостоятельные. Но наши политики уже не так солируют, как они солировали раньше. И вот выступление Байдена в парламенте, вице-президента США, это сигнал к тому, что, во-первых, США здесь намерено не только быть представлены в виде посла, который ходит, решает вопросы, звонит, в том числе разговаривает с Коломойским, рассказывает о джунглях и о том, что бизнес должен быть цивилизован. Критикует генпрокурора. А это уже максимально высокий уровень. И это совсем другие истории. И для того, чтобы понимать, что происходит, вот вы не зря показали фотографию, да? То есть многие люди, которые читали эту новость, они же в нее сразу поверили, правильно? Это Аваков написал сам, что он плеснул водой. Это же не то, что кто-то его оклеветал. Он сказал, что он его плеснул водой господина Саакашвили, чтобы не набить ему лицо. Ну вот это он сам написал, понимаете? Точно так же, что мы знаем изначально от сослов Сергея Лещенко, который это, опять-таки, от кого-то-то услышал, что во время вот этого конфликта господин Аваков сказал Саакашвили, убирайся из моей страны, а премьер-министр Яценюк назвал его Саакашвили гастролером. Вот можно мне показать фотографию Аваков, пожалуйста? Сейчас просто к чему. Это особая фотография. Вот это фотография, да? Вот мы видим, с моей стороны слева, да? Мы видим это Хатия Деканаидзе, глава национальной полиции. И Экосгулация, первый заместитель министра внутренних дел Украины. А которые опять опровергают некую информацию, что там задержали в Борисбурге. Да, ну это, скорее всего, вброс какой-то. Ну это понятно. Потому что ничем не подвижается. Но вот как после, если это правда, то, что сказал Аваков? И я считаю, что администрация президента делает очень неправильно, что они не показывают это видео, потому что мы не малые дети. Раз, мы не обязаны верить кому-то на слово. Безусловно. Да, и мы имеем право знать, потому что это было сделано не у кого-то там дома, да? Это было официальное мероприятие. И мы, налогоплательщики, платим за это мероприятие своими налогами. А вы не думаете, что это была ответка за ту ситуацию, которая была с ютюняком? Конечно. То есть это, ну вот если выражаться футбольным языком, да? Но только надо, ну, окей. Тот его встретил, вот. А другой ответил игроку команды максимально жестко. Ну, смотрите, как он ответил. Он, во-первых, ответил максимально жестко, но я не знаю, как теперь он будет обниматься с представителями, ну, со своим первым замом, да, и с главой нацполиции. То есть они тоже, по его логике, должны уехать с его страны, они тоже гастролерши. Ну, это же команда Саакашвили, или не команда Саакашвили? В принципе, ситуация, при которой, скажем так, мы хотим, ну, те люди, которые остались, они готовы были на косметический ремонт и не верили, что общество готово к радикальному. Они не верили в это. Потому что иначе бы они так сильно не отстаивали, иначе бы не было попыток сепаратных, в том числе и Цинюката, назначить премьером во время событий на Майдане. Да. Да, иначе не было бы такой ситуации, при которой, ну, они бы, скажем так, прямо сильно не рисковали, в отличие от общества. Да. Вот я, вот вы все правильно говорите, и вот последнее, что хочу сказать по этому поводу, это то, что Саакашвили, да, он обвинил премьер-министра в том, что он, ну, чуть ли не верхушка, да, такого преступного треугольника, который, или одна из голов Гидры, как мне говорила, Александр Боровик, которая ворует каждый год у госбюджета 5 миллиардов долларов. Есть и другие головы. Правда, он не называл эти головы. Но, можно показать мне фотографию прокурор? Пожалуйста. Ну, сейчас мы посмотрим. Вот это, вот посмотрите на эти цифры. Вот генеральный прокурор, господин Шокин, которого назначил президент Порошенко, генеральным прокурором, который его, несмотря на всю критику, отстаивает, что именно он должен оставаться, пока не завершится процесс реформирования генеральной прокуратуры. Вот он назначил после переаттестации 154 прокурора. Из этих 154 ни одного нового человека. Ни одного. 13% из назначенных, это те люди, которые даже при Януковиче, они занимали руководящие должности. То есть, они были или замами, да, или, вот, в принципе, первые лица. И 16% из этих, это те, которым, скорее всего, нету претензий, потому что они, ну, были там, скажем, ну, да, они были в районных каких-то прокуратурах. Но 71% из тех, кто переназначили, это те, кто работали всегда на тех же руководящих должностей. Где, как эти люди, эти 71% старых кадров могут провести реформу генеральной прокуратуры? Никак. Система максимально, как Гидра, пытается себя реинтегрировать и выжить. Она сначала сделала так, вот, смотрите, у нас была ситуация, при которой мы могли получить партии Майдан. Это была бы не польская солидарность, но это были бы партии, которые не сформированы по политическому принципу, а сформированы по принципу, условно говоря, плеча. То есть люди, которые прошли вместе какой-то путь, они друг другу доверяют. Это люди, которые заработали себе имя, это люди, которые делали в этой стране бизнес. Это люди, в том числе эти, которые на дорогих раншроверах возили шины на Майдан. Это люди, которые хотели изменений. Но, как не раз было в Украине, каждый раз, когда нужно было объединиться, не могли друг другу уступить. Мы это проходили в ситуации, когда Лукьяненко-Черновол, если бы Лукьяненко уступил свои голоса Черноволу, то у Черновола бы плюс один миллион как минимум голосов, то есть один процент на тот момент. А еще плюс те, кто сомневались бы за эту коалицию, проголосовали бы лучше, чем за Кравчука. Потом была та же ситуация, когда они могли определиться, Тимошенко или Ющенко. И в итоге Ющенко назначил Тимошенко, поверив в спектакль, который устроили ее соратники, но при этом не решил вопрос с Порошенко. И в результате получился триумвират. Это изнутри взорвало ситуацию, и мы вместо того, чтобы максимально сделать законы, воспользоваться ситуацией, тем, что Кремль проглотил этот Майдан, тем, что он не ответил, тем, что мы ничего не потеряли. Мы упустили время, мы упустили ситуацию, получили реванш. Получили жесткий реванш, и реванш, который можно было, ну как бы, изменить ситуацию только кровью. Большой кровью. И был выбор, либо мы превращаемся в полицейское государство, либо мы вот таким образом, как бы, побеждаем. Но теперь вопрос, чтобы революция остановилась, и революция перешла в мирное созидательное русло. Потому что самое сложное для революции – это вовремя остановиться. Поэтому, когда она бархатная, все сделать намного проще. Когда там заплачена кровь, вот что делать с теми людьми, которые сейчас в АТО? Вот они возвращаются, видят это все. Как ты им объяснишь? Им надо подождать, потерпеть. Если он там выжил под градом, и он верил в то, что здесь что-то поменяется. И для власти просто, ну, в этом состоянии она не знает, что с ними делать. И в этой ситуации, опять же, Майдан мог предложить два варианта партии. Либо партия Майдана, либо партия родственников Небесной Сотни. Мы договорились. Понимаете, сейчас… В итоге выдернули людей, система реинтегрировала, вписала их в этот процесс. И Поросю, как бы к нему ни относился, он был символом этого победа, так сказать, народного, хотя есть к нему вопросы. Но, тем не менее, как символ он был дискредитирован. Как символ, да, он себя дискредитировал. Ну, поведение надо себе уметь вести. И, соответственно, он и саму ситуацию вот этого достоинства тоже, мягко говоря, имидж изменил. Ну, не будем, все же… Поросюк – это не весь Майдан, да. Майдан – это не Поросюк. Безусловно, но он впереди. Все же, символ Майдана – это Небесная Сотня. Люди, которые не, ну, просто пытались эвакуировать. Или сами пытались куда-то дойти, или кого-то эвакуировать, и погибали. Ну, я же еще раз говорю, так или иначе, получилось, что он был на обложке, он был признан там личностью года, и потом он себя настолько дискредитировал, что таким образом он Поросюк зацепил… Это все искусственно, эти личности года. Мы же знаем, насколько это все искусственно происходило. И сам зацепил имидж вот этой революции. Поэтому система максимально себя пытается реинтегрировать. Система пытается купить тех, кого не может. Система пытается вернуться. Порошенко действует как человек, который пришел из бизнеса. Он ставил только своих проверенных кадров. Он человек, причем, ну, он не просто бизнесмен Порошенко, да, а он еще и политик. Вот, опять-таки, ситуация, которая произошла вчера вечером. Ну, вчера вечером глава национальной полиции Токатуидзе, Токатуидзе, она сначала попросила у министра Вакоя подписать документы на увольнение господина Терещука, то есть главы киевской полиции, с органов внутренних дел. Почему? Потому что, как пишет, да, вот этого человека, как пишет журналист Юрий Бутусов, назначение Терещука на эту должность, да, которую он занимал до вчерашнего вечера, пролоббировал лично президент Порошенко. Причем он это ставил в достаточно ультимативной форме, как передает Бутусов, что когда эта должность согласовывалась, то есть именно Терещук согласовывался, Авако сказал, что это личное требование Порошенко, иначе у нас будут проблемы с реформой внутренних дел. То есть вот Бутусов говорит, что много было свидетелей этого всего, поэтому это было политическое решение. Тут, ну, интересно, знаете, почему увольняют Терещука? Потому что там было принято еще такое решение, что пройдут 100 дней, мы его проверим, там, ну, как и что, 100 дней не стали ждать. Почему? Потому что вот в эти выходные, да, в воскресенье была акция протестов милиционеров. Да, конечно. И как сказал Юрий Бутусов, написал, что пришли сотрудники милиции с повинной, так сказать, и сказали, что вот именно господин Терещук стоял за вот этой акцией протеста. Почему? Потому что он прочувствовал, что можно политически как-то договориться с властью, ну, с банковым непосредственно, да, с президентом, чтобы его президент пролоббировал на этой должности, а он, в свою очередь, хотел точно таким же методом пролоббировал, чтобы никто не трогал, ну, в верхушке, не знаю, районных милиционеров. Ну, там, всякую, там, условно, мелочь, да, там, каких-то прапорщиков, то можно. Ну, а вот тех, кто в какой-то системе, там, старой дружбы нет. Понимаете, до чего доходит? Ну, это вопрос. Они не поняли, что они живут... Нет, так они не поняли все, понимаете? А кто это должен понять? Ну, Яценюк, это, ну, допустим, не знаю, понял, не понял, но у него процент сейчас, один процент доверия населения. Он боится выборов как огня. То есть, можно, конечно, шантажировать парламент досрочными выборами, но это не на пользу Арсения Петровича. Нет, ну какой, ну, народный фронт... Народного фронта нет уже, как партии. Нет поддержки. Ее не было как партии, это проект, и поддержки сейчас нет. Есть Порошенко, как вы говорите, боится. Почему боится? Во-первых, потому что, ну, это затраты большие, потому что опять надо будет разворачивать кампанию, надо будет опять сколачивать... И еще не вопрос, соберется ли коалиция. Ну, коалиция, да, кто будет членами коалиции? Потому что на данный момент... Какие будут равновесия? ...больше всего это выгодно оппозиционному блоку. Или, и не только. И в оппозиционном... Да, ну, это мы считаем, что вот все политические игроки, которых мы видим, вот они вот и есть, а других нет. А вот мое впечатление, особенно после разговора с Сашей Боровиком, который был в этой студии, что есть вполне четкий план у команды Саакашвили создать свою партию, такая либеральная партия, которая будет развиваться по принципу самопомничьи. То есть, если там у них есть региональный лидер, ну, то есть региональный лидер, который стал общенациональным, как Андрей Садовой, здесь будет Саакашвили, да, который возьмет, ну, по идее, там, такой пласт, там, юг, да, там, такой немного восток, ну, как по ориентации, это либеральная партия с точки зрения идеологии и с точки зрения экономики, и с точки зрения, там, именно содержания, да, как бы, вот, чистой идеологии. Слишком рискованный проект. А почему слишком рискованный? Есть непаханное поле. Сейчас на выборы ходят до 30-40% населения. Все остальные разочарованы. Вот вам люди, в которых есть большое доверие, по крайней мере. Выборы – это всегда раскол. Выборы – это раскол, но это также и шанс. Ну, это слишком большие риски. Местные выборы нельзя было не проводить. Не местные выборы, а досрочные общенациональные, парламентские. Нет, на это сейчас никто не пойдет. Ну, в следующем году вполне достойно. И в следующем году вряд ли. Ну, тут очень многое изменится, когда запустится зона свободной торговли с Евросоюзом. Ну, правильно, с 1 января. Как только она запускается, вообще все меняется. Потому что, вот, условно говоря, вы там представитель европейского бизнеса. И у вас есть возможность выйти на рынок. И те байки по поводу того, что война там. Война уже давно никого не пугает. Вот, всем нужны понятные правила игры. Для того, чтобы выйти на этот рынок и на этом рынке как бы развиваться и торговать. И вот у вас открываются ворота, и вы можете это делать. И каждый, кто вам мешает, он мешает вам зарабатывать деньги. А это уже не вопрос общечеловеческих ценностей. Это вопрос денег. И в вопросе денег европейские бюрократы, хоть и бюрократы, достаточно тщательно подходят. И за свои интересы очень жестко отстаивают. Именно поэтому запах зоны свободной торговли, он, с одной стороны, во-первых, запускает механизм, при котором Украина становится все интереснее и интереснее. Басни по поводу того, что там тут засеют все рапсом и прочее. Это абсолютно не имеет никакого основания. Потому что для чего делать столько усилий, чтобы все страны проголосовали, запускать такой механизм ради того, чтобы засеять поляр рапсом? Ну, это просто ни о чем. К сожалению, наше время приходит к концу. Так вот, хотелось бы закончить. Как только запустится зона свободной торговли, тогда поменяется абсолютно картинка. Тогда Евросоюзу будет выгодно, чтобы Украине как можно быстрее наступил мир, чтобы как можно быстрее заработали эти торговые отношения, чтобы как можно выше выросла покупательная способность. Давайте не забывать, на каких условиях мы подписали договор с нашими кредиторами. То есть кредиторы теперь заинтересованы в том, чтобы мы максимально были... Максимальный рост у нас был. Ну, чтобы у нас был определенный рост, с которого они будут брать проценты в течение нескольких лет. То есть наши кредиторы заинтересованы в росте нашего ВВП. И это для меня сейчас главное. Потому что, к сожалению, за столько лет люди, которые обладают властью в этом государстве, они все равно, прежде всего, думают о своих интересах. И при этом они могли бы подумать об интересах общенациональных и заработать себе возможность спокойно зарабатывать в Украине после того, как здесь будет максимальный поток. К сожалению, нет уже времени дальше продолжать этот разговор. Время в Тиран, как всегда. Но напоследок. Просто мы начинали с вот этой драки, то, что нам не показали в видео. Но я все же одно видео вам покажу. Я его нашел в интернете, его кто-то выловил. Конечно, без иронии в наше время жить очень сложно. Да, вот есть такой хороший афоризм у Ортропа. Здоровая ироничность – лучший способ остаться в своем уме в мире, который чаще всего безумен. Настоятельно рекомендую. Давайте посмотрим это видео, на чем мы прощаемся. Я больше скажу, что, скорее всего, после запуска зоны свободной торговли, принятия бюджета и получения транша МВФ, вопрос о правительстве решится сам собой. И Арсений Петрович займет какой-то наднациональный орган, который будет ассоциацию… Это если НАБУ не докажет его причастность к растрате 5 миллиардов, тогда он сядет в тюрьму. Тоже на самом деле? Ну, вряд ли. Это все. А если вряд ли… И он спокойно увидит… Хорошо, давайте видео и прощаемся. Слушай, ты мне дадите наконец поговорить или нет? Слушай, что ты на меня кричишь? Я здесь живу? А я по-вашему здесь не живу? А ты что, на меня сердиться? Эрдиться! А я на тебя три раза больше сердиться! Ну что, что? Что? Та! 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 Та!